Жаркие летние дни, прохладный водоем притягивают человеческое внимание. Если рядом нет речушки или озерца, человек сам создает водоемы, тогда они именуются прудами. Их темная вода кажется мрачной и грязной, не все отваживаются купаться в ней. Тем временем, например, птицы обожают такие места, и мы поймем, почему это так, если попытаемся побольше узнать об обитателях и этих заросших растениями мест. Некоторые посмеются, конечно, ну, кто там живет, рыбы да лягушки, но мы все же отправимся в небольшое путешествие в таинственные и прозрачные воды. Как только наши глаза привыкают к привычной здесь полутьме, ты и удаешься. Почему так много растений в таком темном пруду? На самом деле растениям, кроме света и воды, нужен еще строительный материал, углекислый газ и микроэлементы. А этого добра здесь в разы больше, чем на суше. Небольшие рыбки, спрятавшиеся в зарослях после нашего вторжения, начинают свою охоту на крошечную дичь. И вот новое озарение, то, что мы в первую минуту приняли за муть и грязь, оказалось стадами крошечных водных животных – планктоном. Самыми заметными и желанными для мальков рыб являются ветвистоусые рачки дафнии. Думя сильно разросшимися усами они грибут, как веслами, а мелкими ножками на брюшке создают поток жидкости, процеживая который они добывают пищу. Также часто встречаются родственники дафнии, циклопы. Рачки за свою жизнь успевают вырасти в десятки раз крупнее окружающего их планктона. Видите, какая разница в размере? Как только мы начинаем разглядывать более мелких обитателей, то разнообразие жизненных форм поражает наше воображение. Различные инфузори, жгутиконосцы, более крупные и сложно устроенные калавратки. Каждый миллиметр толщи воды оказывается густо заселенным тысячами разновидностей жизни. Вот она, причина буйства растений, дыхание живой биомассы, ежесекундно разрушающей и благощающей питательные вещества. И мы даже еще не опустились на уровень бактерий и грибов. Даже тут полно всяких хищников, поедающих друг друга. А что же лягушки? Да, они тоже есть, но не живут в пруду постоянно. Ранней весной жабы просыпаются и идут к ближайшему доему. Этот путь трудный и опасный, не все смогут добраться живым и найти пару. Некоторые даже хитрят, стараются подготовиться в пути к сезон размножения, отдохнув на спинке. Любая стратегия хороша в таком сложном деле. Очень много семноводных погибает на этом этапе. Достигнув водоема, жабы устраивают праздник, поют свои песни и оставляют икру. На этом они снова покидают водоем и дальше живут на суше. Да, большую часть времени земноводные живут на суше, в траве, в густых зарослях. От солнца прячутся в тень, и уж если совсем засуха, могут вернуться в пруд, чтобы пополнить запасы воды. В первой половине лета в прудах появляются стада головастиков, личинок амфибий. Сначала они походят на маленьких рыбок и дышат жабрами, что говорит о происхождении лягушек. Со временем отрастают лапки, головастики начинают дышать воздухом и выбираются на сушу. Их тысячи. Крохи менее сантиметра в длину отправляются в трудный и смертельный для многих сукопутный мир. Может быть, один из тысячи вернется сюда через год-другой отложить икру. Мелест у лягушек проходит похожим образом. Но только когда вода прогреется минимум до 16 градусов. Так что вполне неудивительно услышать в прудах лягушачьи трели в начале лета. Более терпеливому исследователю могут попасться и более экзотические зиноводные. Например, гребенчатый тритон. Особенно хороший яркий наряд самца в весенний брачный период. Начинка тритона похожа на взрослое животное. Отличается только наличием жаба, придающим ей таинственный вид крошечного дракона. Здесь хорошо видно, как кровяные тельца проходят сквозь жабры, как бьется сердце. Поверхность тела большинства мелких обитателей прозрачна. Таким образом они пытаются быть менее заметными. Однако, давайте знакомиться с местными обитателями. Этот крупный красивый жук – лунец окаймленный, сирепый и активный хищник. Несмотря на водный образ жизни, лунец дышит воздухом, периодически поднимаясь к поверхности и высовывая край брюшка. Запас воздуха хранится под жесткими накрыльями. Жертвами жука обычно являются другие мелкие, беспозвоночные, но также головастики и малькиры. В воде же живет личинка жука. Она не менее опасна и ненасытна, как и взрослый жук. Для активных и быстрых хищников кислорода в воде пруда недостаточно. Поэтому часто мы видим различные приспособления и дыхание на поверхности. Посмотрите на это занятное существо. Нет, это не богомол, это клоп Ронатра. Ронатра высовывает длинный конец брюшка, преобразованный в трубку, из воды и не спеша поджидая жертву. Красный клещик едва не попался в лапу хищнику, но быстрота позволил улизнуть прочь. А вот Дафния была схваченной Ронатрой, и теперь клоп высасывает хоботком свою добычу. Приходится маскироваться в этом опасном подводном мире. На этом кадре пять личинок ручейника, делающих себе домики-чехлы из подводных растений. Пока они не двигаются, можно принять их за кусочки стеблей. При опасности личинки прячутся внутри домика, закрывая вход, покрытый твердой броней головой. Лученики или волосистокрылые, родственники бабочек, взрослых насекомых можно встретить на цветах, вблизи пруда. Их личинки – важный компонент – форма пресноводных рыб. Раз уж чехольчик плохо защищает мягкое тело, прудовые улитки стали носить твердый панцирь. До какой-то степени это помогает, хотя от некоторых хищников и длительным моллюскам не спрятаться даже с помощью крышечки, которую они тоже носят с собой. Вот небольшая пиявочка длиной один сантиметр ползет по водным растениям. Едва ли вы заметите такую кроху в воде, да и человеком она тоже совсем не интересуется. Вы удивитесь, но она – заботливая мать. На брюшке у нее сидит пара десятков малышей, которых она таскает с собой. Пока они слишком малы, чтобы самостоятельно жить в этом жестоком мире. Движение пиявки не осталось незамеченным. Личинка тритона заинтересовалась потенциальной добычей. Неожиданно хищники встретились и стали изучать друг друга. Молодому тритону добыча показалась все-таки слишком крупной. Пиявка, осознав присутствие опасного существа, тоже сжалась для защиты потомства. Лучше будет удалиться в противоположном направлении. Малыши безопасности. Окрепнув, крошечные пиявочки присасываются к какой-нибудь улитке и начинают самостоятельную жизнь. Довольно часто в прудах попадаются личинки различных насекомых. Довольно обычные личинки стрекоз. Мы уже рассказывали о них в прошлой серии. Подобно взрослым стрекозам, они активно хищничают в пресных водоемах. Гораздо чаще можно встретить травоядных личинок-поденок. Это очень важная древняя группа насекомых. Они известны еще из каменноугольного периода, когда четвероногие только начали осваивать сушу, а млекопитающих еще не было на свете. Отличительная особенность поденок – тройной хвост. На спинке ряды веерообразных жабер. Личинки имеют грызущий ротовой аппарат. Чаще можно наблюдать, как они мирно пасутся на подводных падающих в течение двух-трех лет. И однажды, в теплый летний день, поденка превращается в лишенные рта крылатые насекомые, готовые к своему судьбоносному полету. В сводных растениях свешиваются смертоносные щупальца родственника морских медуз – пресноводные гидры. Нам они, конечно, не угрожают. Добыча полипа – крошечные, свободноплавающие животные. Хотя гидры представляются нам довольно примитивными существами, щупальца с устрекательными клетками – все же эффективное оружие для охоты в темных водах прудов. Свисающиеся с растений ловчие приспособления – обычное дело в этом райском саду. Вот на поверхности растения видна колония крупных стебельчатых инфузорий. Называются они «свойки». На стебельках висят такие колокольчики с венчиком ресничек, которые, как вентиляторы, прогоняют массу воды в надежде схватить какую-то добычу. Тогда ловушка захлопывается и втягивается внутрь вместе с добычей. Такая форма охот не уникальна, встречается у многих видов простейших. Но есть и более крупные и сложно устроенные организмы с подобным стилем охоты. Перед нами коловратки – одни из самых крошечных, сложно устроенных животных. Едва или больше миллиметра в длину. Кажется, что они ведут сидячий образ жизни, однако способны плавать свободно. В отличие от сувоек, у них может быть несколько венчиков ресничек, но обычно два, составляющие коловращательный аппарат. Отсюда их название. Некоторые коловратки предпочитают свободно плавать в толщей воды. Часто ведут себя похоже на пиявок. Для ученых коловратки – совершенно бесценный объект изучения, ведь они способны впадать в криптобиоз и пребывать в таком состоянии тысячи лет. Чем больше изучать коловраток, тем больше необычных фактов удается узнать. Не менее загадочны и интересны другие таинственные существа – тихоходки. Райский лес пруда столь плотно заселен различными мелкими организмами, что им приходится очень тесно селиться, конкуренция слишком высока. Приходится делить экологические ниши. Кто-то живет на растениях, а кто-то обитает на дне. Такие красные обитатели дна знакомы рыбакам. Это мотыль – личинки везредных для человека комаров семейства херономит, или комаров-звонцов. Личинки строят в себе трубкообразный домик из частичек ила и мелких кусочков растений на дне водоема. При опасности выскакивают из него, а позднее строят новое убежище. До поверхности далеко, поэтому они дышат всей поверхностью тела. Личинки растительноядны, питаются живыми водорослями или частичками ила. Комаров-звонцов так назвали за необычную высокую частоту взмаха крыльев до тысячи раз в секунду, из-за чего возникает неприятный нашему уху высокий писк. Взрослые комары бьют исключительно цветочный нектар. А вот эта личинка принадлежит ужасному хищнику, который во взрослом состоянии нападает на человека. Она старается держаться у поверхности воды, поскольку дышит воздухом, высовывая специальный сифон под поверхностью воды. Личинка фильтрует воду, охотясь на мелких обитателей планктона. Недели через три она превращается в куколку, способную активно плавать, но все так же привязанной к поверхности воды. Сквозь прозрачные покровы уже видны очертания взрослого насекомого. Если к моменту вылупления куколку не слопает какая-нибудь рыба, сверху образуется щель, и из куколки прямо на поверхность воды выходит взрослый комар. Волны и большая глубина губительны для этого хрупкого существа. Высушив крылья, комары отправляются за едой. Самцы пьют только нектар цветов, а вот самка для размножения недостаточно сладкой жидкости, нужно что-то более существенное. Кровь подойдет. Теперь самка может отложить за раз до 200-300 яиц в виде плавающих плотиков. Отсутствие хищников может привести к появлению полчищ комаров. Как бы нам ни были ненавистны укусы комаров, именно сами же люди расселили их по всему миру, в эпоху географических открытий, перевозя их личинок в бочках с водой. Прудовые воды чрезвычайно богаты жизнью, способны накормить много животных, поэтому никогда не пустуют, манят свежей зеленью и прохладной водой. Наше необычное путешествие в пруд закончилось. Оказалось, что найти удивительное не так уж сложно, стоит только пристанье выглядеться в окружающий мир. Субтитры подогнал «Симон»